Здравствуйте дорогие друзья! Вы на видеоканале Цейхгаус, канале для любителей военной истории. Если вам понравился ролик, не забудьте поставить лайк и подписаться. Приятного просмотра! Дорогие наши зрители и подписчики! Санкции докатились и до нашего канала. Монетизация отключена. Несколько лет наша команда выпускала для вас по 2-3 ролика в день в формате тележурнала. Теперь нам нужна ваша помощь. На экране вы видите номер карты Сбербанка, на которую вы можете сделать перевод. Кто сколько сможет. В течение многих лет США испытывали потребность в боевой машине пехоты. И это желание было осуществлено принятием на вооружение боевой машины пехоты М2 Брэдли. Еще в 60-е годы были разработаны, изготовлены и испытаны прототипы MICV-65, а также XM765 на базе хорошо известного бронетранспортера М113. Но в 1972 году компания FMC получила контракт на новую машину, названную XM723, которая должна была быть вооружена 20-мм пушкой. Но лишь были изготовлены прототипы и начались испытания, план снова изменился. В это время армия США испытывала потребность в бронированной машине разведки XM800. Были изготовлены и испытаны прототипы как гусеничной, так и колесной машин. Затем было решено разработать машину, способную быть одновременно и боевой машиной пехоты, и разведывательной. И в то же время принято еще одно решение – делать две машины с одним и тем же корпусом и двухместной башней с 25-мм пушкой и двумя пусковыми устройствами противотанковых управляемых ракет ТОУ. Шасси XM723 использовано для обеих машин – боевая машина пехоты XM2 и разведывательный XM3. А все семейство назвали FVS – система боевых машин. Эти машины вскоре были стандартизированы как М2. Первые серийные машины сошли с конвейера завода в Сан-Хосе в Калифорнии в 1981 году. Армии США требовалось около 7 тысяч таких машин. И в 1984 году ритм производства был увеличен до 600 машин в год. Корпус М2 сварен из алюминиевой брони. Передняя часть корпуса, борта и корма дополнительно защищены разнесенной многослойной броневой, дающей лучшую защищенность от большинства средств поражения на поле боя. Механик-водитель размещен в носовой части корпуса слева. Силовая установка справа от него. Двухместная башня с механическим приводом расположена в центре корпуса. В ней командир сидит справа, наводчик слева. Основное вооружение 25-мм пушка «Чейнган» с двухсторонним питанием производства «Хьюз Хеликоптер», которое может поражать советские легкие бронемашины, стреляя бронебойным подкалиберным снарядом. Есть также 7,62-мм спаренный пулемет и сдвоенное пусковое устройство для противотанковых управляемых ракет «Хьюз ТОУ» с левой стороны башни. Система стабилизации пушки позволяет наводчику вести прицельную стрельбу во время движения по пересеченной местности. Десантное отделение находится в карме и имеет шесть бойниц для стрельбы с перископическими приборами, что позволяет десанту вести огонь изнутри машины и своего оружия. Для командира, наводчика и механика-водителя имеется полный комплект приборов ночного видения. Есть фильтра-эволюционная установка системы радиационной, химической и бактериологической защиты. «Брэдли» весьма эффективная машина. Она играет ключевую роль в концепции армии США по совместному применению всех родов оружия. Хотя есть и много критических голосов, которые считают машину слишком крупной, дорогостоящей и сложной в эксплуатации. Не способны вести бой вместе с танками М60 и М1, так как имеет гораздо более тонкую броню. Продолжение следует...